Впервые в истории Украины суды признали факт российской вооруженной агрессии и оккупации части территории страны. Два судебных решения об этом – первые результаты работы молодой общественной организации – всеукраинского общественного движения «Сила права». Об этом ее представители рассказали на пресс-конференции в Киеве. Из-за отсутствия общенациональной юридической стратегии борьбы, а также инвентаризации потери оценки ущерба, украинские граждане бизнес с оккупированных территорий брошены на произвол судьбы. Поэтому инициативу по защите их интересов взяли в свои руки общественники, в их числе и «Сила права». Работа движения разделена на несколько этапов. Первый – установление в суде юридического факта переселения и потери имущества вследствие вооруженной агрессии. Второй – расчет ущерба. Третий – судебно-порядки взыскания указанных сумм с Российской Федерации. Два иска уже удовлетворены украинскими судами, и эти дела, отмечают глава движения Андрей Сенченко, стали прецедентом. Это первые за все время оккупации Крыма и части территории Донбасса решения, вынесенные украинскими судами, в которых установлен факт российской вооруженной агрессии и вина государства-агрессора в нанесении ущерба гражданам Украины. В ближайшее время мы ожидаем пилотные решения в интересах семьи погибшего военнослужащего и в интересах воина, получившего тяжкие увечья при исполнении своего долга. Программа является в определенном смысле тестом на патриотизм, человечность, интеллект и работоспособность национальной судебной системы. Первое положительное решение Херсонского суда было принято по делу журналистки черноморской телерадиокомпании Анны Андреевской, которую оккупационные власти Крыма обвиняют в сепаратизме за публикацию статьи на сайте Центра журналистских расследований. Анна больше года не может попасть домой увидеть близких. Когда об этой ситуации стало известно, ко мне обращались различные правозащитники, адвокаты, в том числе российские, предлагали свою помощь в этой ситуации. Но я решила пойти путем предложенным силой права, поскольку это, во-первых, мои земляки, и они лучше других, наверное, знают специфику и сложность этого вопроса. И я надеюсь, что мое решение суда стало таким прецедентным, то есть от него дальше будет зависеть судьба, наверное, других таких же исков. И я очень надеюсь, что этот прецедент позволит моим землякам восстановить какую-то справедливость. Чем больше будет подобных судебных решений, тем больше шансов на международном уровне решить вопрос в пользу пострадавших. Но заявить, что называется в голос о своей проблеме, решаются далеко не все потерпевшие. По самым скромным подсчетам, около двух миллионов людей, пострадавших от военной агрессии России, выехала на материковую Украину. Около двух остается на оккупированных территориях. А каждый гражданин страны понес моральный ущерб. По словам представителей организации, сила права может помочь сопроводить около двух миллионов дел. Хотел бы я поддякувать именно тем людям, по которым принимались эти решения. Анне Дмитриевне и другие люди по Голосовскому районному суду города Киева, которые не боялись выступить и искать в судовом процессе и назвать все своими именами. В судовых заседаниях даже сами суды боялись слова военной агрессии Российской Федерации. И по первому решению Анны Дмитриевне, там также с этим есть определенные вопросы. Правовая стратегия силы права базируется на положениях Конвенции ООН. В ней речь идет о том, что у государства-агрессора нет иммунитета в суде другой страны от возмещения денежной компенсации в случае нанесения ущерба, смерти, причинения повреждений в результате его агрессии. Задача организации – взыскание материального и морального ущерба с Российской Федерации в международных судах, а после – конфискация и арест имущества страны-агрессора. Андрей Сенченко уточнил, по самым оптимистическим подсчетам, на последний этап потребуется около трех лет, но для этого понадобится активное участие всех пострадавших. Как минимум должны быть представлены дела людей из разных регионов и ряда категорий. Те, кто получил травмы, семьи погибших, те, кому запрещено заниматься профессиональной деятельностью на оккупированных территориях, те, кому применялось физическое насилие и пытки. До Нового года общественные приемные силы права откроются почти во всех областях страны. Участники пресс-конференции подчеркивают – юридическое сопровождение и помощь от организации абсолютно бесплатны.